Будет тяжело, это долго будет. Смерть сына, это не каждая мать меня поймет. Помочь пережить горе и найти себе силы жить дальше. Здесь подберут слова поддержки и найдут подход каждому. Наталья Зарубина не сразу согласилась прийти к психологу. Говорит, эти специалисты спасают и исцеляют душу. Думала, сойду с ума. Благодаря этим людям, которые мне позвонили. Я сначала не соглашалась, но они мне вытянули сюда. Это как семья. Они стали родными, близкими. Вот какой календарик. Это будет обложкой или вот эта будет обложка? А еще в Центре защитники Отечества каждую неделю проходят мастер-классы для семей участников СВО. В этот раз делают блокнот для записей. Такие занятия очень любит 10-летний Артем. Рассказывает, в его коллекции уже есть самодельные магниты и игрушки. Это подарки для мамы. Я приношу домой поделки. Она постоянно мне хвалится. И иногда я даже приношу очень хорошие поделки. Здесь же семьи военнослужащих могут научиться ухаживать за больным. Для этого создали вот эту демонстрационную комнату со специальным оборудованием для реабилитации. Его можно взять на прокат. Будем учить их заново социализироваться, чтобы они могли в быту самостоятельно учиться кушать, пользоваться средствами гигиены. В общем, учиться жить заново. С момента открытия в центре уже оказали около 300 юридических консультаций. А за психологической помощью и поддержкой обратились 85 раз. Приоритетным направлением в нашей деятельности является оказание психологической помощи. И главным помощником выступают такие релаксирующие программные комплексы, как Flow и Disnet. В ближайшее время мы ожидаем поставку системы Combatant. Беседуем. Пробуем поддерживать. Хотя нельзя сколько мы поддерживать, а они тоже нас поддерживают. В Новом Уренгое состоялся масштабный семинар-форум для специалистов, работающих с участниками СВО и членами их семей. Татьяна Белкина – руководитель отделения клинических специализаций Международной академии. Она регулярно ездит в зону СВО, оказывает психологическую поддержку и возит гуманитарную помощь. Техники работы с детьми, с подростками, со взрослыми, с военнослужащими. Будем рассказывать стратегию работы с разными категориями военных в том числе. Этот интенсив – возможность для специалистов со всего Ямала обменяться опытом. Полученные навыки они используют в своей работе. Докторая Воронецкая, Иван Гавриленко. Время Ямала. Новую рингой.